Ты душа компании, ты поешь как соловей, и об этом знали раньше только несколько друзей. В адрес первого канала кто-то выслал твой альбом, мол, послушайте, ребята, эти песни пускал лома. Фабрика звезд – первое музыкальное реалити-шоу на российском телевидении. За время своего существования оно выпустило свыше ста молодых дарований. Конечно, на нашем поп-небосклоне зажглись несколько новых молодых звезд. Всех их можно по пальцам перечесть. Самым громким был первый выпуск, из которого вышли известные группы «Фабрика» и «Корни». Немногим фабрикантам удалось надолго задержаться в лучах славы и продолжить свою карьеру столь блистательно. Ведь любое реалити-шоу – это в первую очередь шоу. Жизнь на один день, короткая вспышка или шанс, который дается его участнику. Для того, чтобы удержаться на звездном Олимпе, нужно приложить немало усилий. Большинство участников возвращается к своей прежней жизни, храня лишь фотографии и воспоминания о прожитом отрезке под прицелом камер. Как это случилось с победителем первого сезона «Последний герой». Сергей Одинцов выиграл 3 миллиона рублей. По тем временам деньги немалые. После победы на полученный выигрыш Сергей хотел построить собственный ресторан. В итоге был залит фундамент и подведены коммуникации. На большее денег не хватило. Стройка в течение пяти лет так и стоит на месте. Его ближайший соперник Иван Любименко, занявший второе место, получил не только популярность в родном Волгограде, но и сертификат на обучение за границей. Тогда еще студент политеха Ваня мог продолжить обучение в любом вузе Европы или Америки. В итоге Любименко некоторое время был лицом рекламы «Соков» и улыбался симпатично улыбкой волгоградцам с местного телевидения, делая свой проект. До выхода на MTV одного из самых известных реалити-шоу в истории под названием «Молодожены» молодая певица Джессика Симпсон и ее супруг Ник Лаше не были народными кумирами. Оба пели, он был чуть более известен, а на менее. Сюжетом реалити стали ссоры, примирения, лимузины, тусовки, нежные сюсюканье героев, шоппинг-марафоны и сакраментальные выражения глупенькой и гламурной блондинки. Шоу шло с оглушительным успехом четыре сезона. Получила в 2005 году премию People's Choice Award, а Джессика стала национальной героиней Америки масштаба Бритни Спирс. Затем последовал развод и полное забвение. Однако вернуться в мир большого шоу-бизнеса Джессике снова помогло реалити-шоу. В 2010 году Джессика Симпсон триумфально вернулась и снова на MTV. Ее новый проект под названием «Красивый мир Джессики Симпсон» был направлен на благотворительность и путешествие, но не без фирменной сентиментальной гламурной нотки, ставшей ее визитной карточкой. Сто дней под объективами сорока камер на глазах у миллионов зрителей. Александр Константинов выдержал это. После реалити-шоу «Голод» он поступил в театральный институт. Его можно увидеть в фильмах «Одна ночь любви», «Папины дочки», «Ефросинья». Сегодня Александр востребованный актер. У него в запуске сразу несколько проектов. Как победитель голода он получает ежемесячно тысячу долларов пожизненно. Кроме того, этому шоу он обязан личным счастьем. Свою будущую супругу Карину Соберзианову встретил среди его участников. У них родились двойняшки – Клим и Оливия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова